Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Украина, бывшая СССР. Как прошла инаугурация нового украинского президента. 1. 1. Зеленский вступил в должность под аплодисменты граждан. Церемония принятия присяги прошла в здании Верховной Рады. На ней присутствовали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича. Владимир Зеленский вошел под аплодисменты собравшихся на улице граждан. Во время своей речи новый глава государства несколько раз перешел на русский язык, за что его упрекнул лидер радикальной партии Олег Ляшко. Он выкрикнул из зала, что все понимают украинский. Зеленский на это ответил, что Ляшко продолжает делить людей. Одним из пунктов предвыборной программы нового президента было объединение всех граждан Украины вне зависимости от языка, на котором они говорят. Также он подверг критике закон об украинизации, на принятии которого так настаивал бывший глава государства Петр Порошенко. Как ранее сообщала его команда, далее новый президент посетит церемонию представления командующих видами вооруженных сил в Мариинском дворце и примет участия в поднятии флага республики. Здание парламента он покинул также под аплодисменты граждан, скандировавших Зеленский. И молодец. Фото, Сергей Аверин, РИА Новости. 3. 3. Во время инаугурационной речи Зеленский заявил о распуске Верховной Рады. В своей речи новый президент заявил, что распускает парламент страны. Слава Украине, добавил он. Он также отметил, что стоит сменить правительство Украины. По закону, распуск парламента возможен не позднее, чем за полгода до окончания срока его полномочий. В данном случае крайним сроком было 28 мая. Зеленский долго добивался от Верховной Рады назначения удобной даты церемонии, и парламент в итоге уступил ему. Инаугурацию назначили на 20 мая, тем самым оставив новому президенту неделю на принятие решения. Однако 17 мая фракция Народного фронта в Верховной Раде объявила о выходе своей партии из правящей коалиции и тем самым попыталась лишить нового главу государства возможности распустить парламент по закону. На формирование нового большинства у него есть 30 дней. Зеленский намеревался прекратить полномочия действующего состава Верховной Рады на основании того, что в парламенте фактически отсутствовало правящее большинство. Коалиция Европейская Украина была сформирована в ноябре 2014 года пятью партиями Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомощь, Радикальная партия Олега Ляшко и Батькивщина Юлии Тимошенко. Однако в 2016 году политические силы Ляшко и Тимошенко покинули ее. При этом спикер Андрей Порубий отказался официально объявить о распаде коалиции. Таким образом, она юридически просуществовала до избрания Зеленского. Фото, Ефрем Лукацкий, AP, 4. 4. В день инаугурации Зеленского высокопоставленные силовики подали в отставку. В своей речи новый президент Украины попросил главу Минобороны Степана Полторака, главу Службы безопасности Украины, СБУ, Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко покинуть свои посты. Грицак подал рапорт об увольнении еще до инаугурации. Полторак согласился покинуть свой пост после просьбы Зеленского. Луценко пока не отреагировал на требования, однако ранее он заявлял, что готов продолжать работу в должности генерального прокурора. При этом его супруга Ирина Луценко, являющаяся представителем президента Украины в Верховной Раде, сообщила, что уволится накануне инаугурации. Еще до инаугурации о своей отставке объявили два высокопоставленных чиновника глава МИД Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, СНБО, Александр Турчинов. Турчинов подчеркнул, что готов и дальше защищать страну в составе любого воинского подразделения, так как вооруженная агрессия России против Украины, по его мнению, продолжается. Климкин также заявляла намерение остаться в политике и участвовать в выборах в Верховную Раду, которые запланированы на осень.